Всем привет дорогие друзья! И сегодня я хотел бы рассказать вам о товарах для радиолюбителя электронщика из Китая. Все вы знаете, что там можно по дешевке закупиться всем чем хочешь. Я сегодня рассмотрю только 5 товаров, которые могут показаться вам интересными. И первый товар, о котором я сегодня расскажу, будет электронный модуль Arduino Uno. Это такая печатная плата с микроконтроллером, наподобие материнской платы в компьютере. Это очень уникальная и популярная сейчас вещь. С помощью нее можно создавать различные интересные и полезные электронные устройства. Абсолютно разного назначения. От электронных часов с будильником, до настоящих роботов. Для этого к плате нужно подключить различную периферию. Кнопки, многие виды датчиков, светодиоды, индикаторы. Потом написать программу и заставить взаимодействовать все это как угодно. Применений просто масса. Если вам интересно, я могу в следующих выпусках рассказать, как работать с Arduino. И соберу несколько схем. Если хотите, пишите комментарии и ставьте лайк этому выпуску. Следующая вещь, о которой я расскажу, будет платко-программируемый резистор. Очень интересная вещь. Она позволяет настроить сопротивление от 1 Ом до 10 миллионов Ом, то есть до 10 мега Ом. С шагом всего в 1 Ом. Очень полезная вещь, когда вам нужно получить точное и стандартное сопротивление. Допуск, то есть погрешность сопротивления составляет всего 5%. А максимальное рабочее сопротивление 250 вольт. Далее я хотел бы рассказать вам о штучке, которая знакома всем с детства. Это обычный маленький моторчик, который, если правильно называется, двигатель постоянного тока. Его вы можете купить, например, на Алиэкспресс всего за полдоллара. Скорость оборотов моторчика зависит от подаваемого напряжения. Например, при 3 вольтах 5000 оборотов в минуту. При 6 вольтах уже 10 тысяч. С помощью него можно собирать разные интересные электромеханические устройства. Например, простейший вентилятор. А питать его, кстати, можно даже от солнечной батареи. Также, если подключить к моторчику такой режущий диск, можно собрать на нем миниатюрную пилу, которой точно можно обработать, например, древесину. В общем, вариантов его использования просто масса. Также хотел рассказать вам о таком карманном микроскопе с подсветкой. Стоит он на том же Алиэкспрессе всего 3,5 доллара. А для радиолюбителя будет полезно, например, при работе с мелкими SMD компонентами. Увеличение такой микроскоп дает в 45 раз. Фокус можно настроить вручную. А питается такой микроскоп от батарейки. Поэтому его всегда можно носить с собой. Думаю, сейчас мало кто хранит радиодетали в склеенных ящичках из коробков спичек. Сейчас для этого дела есть более удобные штуки. И поэтому последним товаром, о котором бы я хотел сегодня рассказать, будет вот такой пластиковый кейс для хранения радиодеталей и прочего мелкого барахла. Стоит он на Алиэкспрессе всего 1 доллар. И представляет из себя пластиковый ящик с крышкой, состоящий из 10 отсеков. Причем стенки отсеков можно отсоединять и тем самым хранить большие детальки. В общем, удобная вещь для любого мужика. Ставьте лайк, если вам понравилась такая подборка из вещей из Китая для радиолюбителей. И вы бы еще хотели видеть такие небольшие обзоры. И пишите в комментарии, какие товары вас интересуют. О них я тогда расскажу в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписались. И тогда вы не пропустите свежих выпусков. А тут бывает много полезного и интересного. Но иногда не очень. В общем, обязательно подписывайтесь. Всем пока!